С июня месяца мы сюда заселились в сопровождаемую жизнь. Вот все условия сделали. И плитка есть, и микроволновка есть. Олег Блинов – сирота, выпускник Гайского дома-интерната. Сегодня с удовольствием показывает небольшую квартиру. В геронтологическом центре долголетия в Оренбурге две комнаты с санузлом адаптированы для проживания двух человек. Вот мой ноутбук. Это Сережа моего соседа непосредственно. Здесь молодые люди готовятся к самостоятельной жизни. Самым необходимым бытовым навыкам их обучают соцработники. Олег уверен, что уже в состоянии сам себя обеспечить. Есть пока небольшой, но заработок. В центре работает дворником. Может приготовить себе и другу кашу и омлет. Учимся готовить с Ларисой Борисовной, шеф-ковар непосредственно с Томовой. Ходим в магазин с Мариной Ивановной. Это соцработник непосредственно наш. И ходим в магазины по своей карточке, что необходимо, нужно для нашей цели сопровождаемой жизни. Мы и приобретаем. Нуждающихся в подобной адаптации оренбургцев, которые вполне могли бы жить самостоятельно, достаточно много. Для воспитанников домов-интернатов сопровождаемое проживание может стать альтернативой жизни в закрытом учреждении. С 2018 года на базе Гайского дома-интерната в проектах «Молодежное общежитие» и «Социальная квартира» обучение прошли порядка 250 человек. Наша цель – научить этого взрослого ребенка, если это возможно по медицинским показаниям, если мы привьем этот навык, в дальнейшем проживать самому. Работают психологи. Во-первых, делается полный анализ, отрабатываются все возможные варианты жизненных ситуаций. На оснащении подобных жилых модулей в Центрах социальной защиты области по программе «Доступная среда» предусмотрено 8,5 миллионов рублей. В самостоятельную жизнь влились уже 10 человек. В Министерстве соцразвития области называют это «победой», хотя путь к ней и нелегкий. К таким формам социализации планируют привлекать и семьи, которые воспитывают детей с ментальными нарушениями. Тогда родители будут спокойны за будущее своих чад. А желания таких молодых людей, как Олег, обязательно сбудутся. Быть самостоятельным, полноценным человеком. Татьяна Штылер, Семен Воробьев. Новости дня.